Детская редакция «Час без родителей» отправилась в областную школу художественной гимнастики, расположенную в нашем городе, чтобы узнать, здесь ли тренируют чемпионов. В школе на тренировках оказалось много девочек. Нам интересно было поговорить с самыми юными. Маленькие гимнастки рассказали, что знакомы с мастером спорта международного класса по художественной гимнастике. Мы с Сабиной тренировались в одном зале, в зале А. Это было здесь. Мы с ней познакомились тогда. Мне было очень приятно повидать ее. И я с первого с ней знакомства, я очень захотела быть на нее похожа. Недавно, в прошлом году, летом она ездила на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Увы, она не смогла войти в десятку. И мы все за нее болели. Но немножко, конечно, расстроилась она. Мы наблюдали за тренировками и думали, как здорово было бы попасть в эту школу. Но это оказалось не так-то просто. Главный тренер страны, а также директор спортивного комплекса спортивной художественной гимнастики объяснил, что для этого нужно пройти специальный отбор. В этом виде спорта сложностей очень много. Начиная с внешних данных. Вот в гимнастку приходят дети. Мы начинаем смотреть прежде всего внешние факты, внешние данные. Если девочка, например, худенькая, тоненькая, длинные ножки, то мы сразу берем. А если девочка маленького роста, низкого и немножко склонна к полноте, то мы уже советуем родителям перейти на другой вид спорта или на танцы. Ну, что-нибудь другое. Потому что в художественной гимнастике, конечно, прежде всего, это должна быть фигура, фактура. Узнав, что младшая группа берет пример Сабины Ашербаевой, мы решили узнать о ней побольше. Сабина Ашербаева родилась 5 ноября 1998 года в нашем городе. Здесь же начала заниматься гимнастикой. Сейчас она многократная чемпионка Казахстана, призер чемпионата Азии по художественной гимнастике, а также бронзовый призер азиатских игр, мастер спорта международного класса. И в этом году она была одним из тех, кто нес факел универсиады 2017. Меня привела мама в 5 лет. Она просто подумала, что хочет, чтобы я научилась танцевать. Но потом я узнала, что здесь не танцуют. Как сказать, это более раскоординированный вид спорта. Здесь очень много нужно думать, очень много больших физических нагрузок. И это вовсе не танцы. Но мне понравилось, и я стала заниматься дальше. Мы не смогли отпустить Сабину, не узнав, какие планы у нее на будущее. На данный момент моя цель – это выиграть азиатские игры в 2018 году. А дальше я надеюсь уже и попасть в Токио и стать на пятистал. Детская редакция «Час без родителей» узнала, чтобы добиться больших результатов, нужно много трудиться, идти к своей цели и не сдаваться. Мы желаем нашей героине здоровья и удачи. Сабина, мы тебе желаем удачи, успеха. На Олимпиаде, чтобы выиграла первые места. Чтобы ты не болела никогда. Чтобы ты была здоровой, хорошо тренировалась. Мы будем стараться и тренироваться, чтобы быть похожа на тебя. Сабина, мы тебе желаем, чтобы в 2020 году в Токио ты привезла нам первое место, и мы будем за тебя болеть. Сабина, мы желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы тебя нигде не болело, чтобы ты была олимпийской чемпионкой. Чтобы у тебя было крепкое здоровье. Я желаю Сабине Ашербаева первое место заняла. Я желаю, чтобы Сабина Ашербаева не болела и первое место заняла. Я желаю Сабине Ашербаева, чтобы она хорошо выступала. Сабина, мы хотим, чтобы ты всегда была здоровой и никогда не пропускала тренировки. Редактор субтитров А.Семкин